Большой привет! Предлагаю вам принять участие на проекте ВПИ. Он проходит в текстовом форме и представляет собой РП-игру. В ней человек играет за страну или же личность и пробует тебя в управлении государством, вейном деле, дипломатии, политике и многом другом. На сервере DarkSitePolitical администраторы всегда помогут и подскажут вам, если нужна помощь. При этом при наличии опыта вы сами сможете стать администратором и проложить себе карьерный путь. Также у них присутствуют хорошие продуманные системы, красивое оформление, качественно настроенные боты, активное комьюнити, а также крутые и частые розыгрыши. Недавно у них начался новый вайб, так что вы сможете успеть занять крутую страну. Желаю вам удачи, заглядывайте по ссылке в описании. Сегодня у нас Польша через Романовых, играем мы с вами на Iron Man с историческим режимом, с работающими ачивками и, естественно, с великой идеей привести Романовых к власти в Польше, сделать Словенский Союз и победить что Советов, что Немцев. Мы как раз зажаты между двумя гигантами, между осью, которая будет расширяться, и Коминтерном. И у нас нет особого выбора. Мы либо выживем и победим их, либо пойдем и перестанем существовать. Поэтому постараемся все-таки выжить и победить. Я также вам покажу и расскажу, как приводить Романовых, потому что это полусекретный путь, которого со старта вы здесь нигде не увидите, но он появляется потом. Плюсом основные моменты по игре за Польшу также напомню. Давненько играли по этому направлению, поэтому, думаю, стоит ролик обновить и посмотреть, как в нынешних реалиях он реализуется. А так, за Польшу у меня все основные пути есть. И монархов, и здесь через васолитет, что под немцами, что под советами. Все это я делал, зацените. Ролики были очень интересными. Ну а сейчас всем вам желаю приятного просмотра. Мы стартуем с собрания Ригенского совета и выполнение условий акта 5 ноября, чтобы нам начали, наконец-таки, давать новых лидеров, и мы могли постепенно выборы проводить, кто будет нами править. А потом пойдем уже спокойненько через 4-летний план к аграрной реформе. Если у вас вдруг будут какие-то еще дополнительные вопросы по этому прохождению, то пишите в комментах, постараюсь на них ответить. На этом со вступлением все. Давайте стартовать. Начинают теперь приходить кандидаты. Как раз постепенно будет каждый из этих 4-х вариантов. Мы должны от них все время отказываться. Вроде бы два круга отказано надо, то есть всем 4-м отказать, потом еще раз всем 4-м отказать, и после этого выйдет неожиданный вариант с Романовыми. Поэтому все время отвечаем «нет, у нас есть другая кандидатура». Постепенно отказываясь, отказываясь от всех тех, кто у нас сейчас есть в древе. Это необходимые условия, чтобы Романовых привести к власти. А вот и оно. 20 января 37-го года Анастасия Романова прибывает в Польшу. Единственный король Польши. Знаменитая особа, называющая себя Анастасия Романой, и прибыла сегодня в Варшавский замок вместе с своим глашатаем, чтобы заявить, что семья Романовых по-прежнему обладает правыми на польский трон. И она, как последняя из рода, должна стать царицей. Выбираем. Нашим королем станет последняя из рода Романовых. Вероятно. Мы теперь конгрессионное королевство Польши, которое коронует нового монарха. Да здравствует король. И вот наш новый лидер Анастасия Романова. Пока она дает стапку минус 20. Но мы сейчас пройдемся, видишь, по новым фокусам. У нас тут появился пятый путь, тайной которого не было. Мы сможем пригласить сильную аристократию, получить бонусы. Панславянский реваншизм взять. И потом пойти требовать Словакию, губернию, Ливонию, Литву, Югославию. И дальше двигаться через заявление права на западные территории. А может быть даже и через претензии на Россию никто не запрещает. И провозглашать славянское единство. Мы сможем создать Словянский союз. При условии, что будем контролировать Советов. Владивосток, Сталинград, либо Киев и Крым, либо Москву и Ленинград. Да, мы можем сделать объединение от славян за Польшу. Подромановыми. Это тоже наша цель. Давайте заканчивать этот фокус и идти теперь по уникальной подведке. Расширяясь и становясь сильнее. Армия в 450 тысяч у нас уже есть, так что нам хватит на Литву. Немножко подкопить и на Словакию хватит. А потом еще добавить или в Унию тоже сможем забрать под себя. В июле 37-го. Литва соглашает с нашим объединением. Мы аннексируем ее. В будущем Литву можно занационализировать не вот по этому решению, через реформу Унии. А через вот этот вот фокус, который у нас с вами есть, восстановить Уню. Мы можем здесь сделать ее национальной без проблем, если она будет нашим вассалом. Но я пока хочу взять Данцик Поборот, окончательно сделав его национальным. Потом мы с вами возьмем потребовать Словакию. А Югославию мы потребуем только тогда, когда оправдаем цель на Грецию. И повоюем с Румынией и с Грецией вместе. Тем самым мы сможем, между прочим, забрать территорию, Югославию еще к себе подчинить. И объединить немалую часть Балка. Требуем мы с вами Словакию. Сразу же делаем еще губернию Ливонию. Чешская республика соглашается. Получаем немалый блок территории. Они не национальные, поэтому надо пехотку иметь. Надо людей в запасах. Естественно, призыв приподнимать для этого. Сейчас мы еще заберем Латвию и Эстонию. Да и со временем у нас уже подойдет оправдание в апреле 38-го против Греции. А заодно еще сможем Румынию с Грецией. А потом мы и через решение Югославию подобрать под себя. Просто если брать Югославию сейчас, то она с большой достаточно вероятностью откажется. И мы ничего не получим. Март 38-го. Залетаем на Латвию. Залетаем на Эстонию. 24 дивизии. Вот с таким шаблоном пехоты на данный момент. 10 кассок, саперка, арта и разведка нам вполне себе хватит. А за это время по фокусам ждем. Продвижение дальше. И немножечко подготавливаемся к следующей войне. Получаем скидочку на доктрины. И также будем заниматься промышленностью. Фабрики тоже не повредят. Май 38-го года. Ну и я предлагаю напасть на Грецию. Румыния заступает против нас. Мы почти добили Эстонию. Специально отступил здесь по линии, чтобы он немножко прошел вовнутрь. Мы потом смогли окружить часть его армии. Ну и нам надо время еще. Пока тут Таллин пробиваем. С Эстонии завершаем. И армию переводим, конечно же, на юг. На севере все успокоили. Теперь давайте тащить против Румынии. И заодно еще и Греции. Притом это также хорошее время, чтобы себе призывников поднять, так как противник сильный. Мы можем сейчас накопить политку и поднять хотя бы до 5%. Идеально можно еще и 10 взять. Дебафы не такие сильные. Ну а с пехоткой проблем нет. В запасах 12 тысяч. Производство вполне себе позволяет содержать все вот эти вот новые земли. Все, войска прибыли. Пошли сразу же веселиться. Будем сейчас отсюда прорваться. Черновцы. Брать вот этот узел. А здесь попытаемся закрыть вражескую армию. Червонцы захвачены. Ну и смотрите, какая здесь красота. Еще бы один участок вот здесь вот преодолеть, если даст. И вообще будет красота. Давай успеем? Эх, не успели, к сожалению. Обидно немножко, но все равно по снабжению у него здесь вот только один узел остался, который нам бы как раз сейчас прикрыть. Ну и здесь можно его тоже немножечко выдавить. И отобрать дорогу, которая нам даст здесь снабжение. В итоге решил не тратить там силы, не прорывать, а просто спокойненько пройти здесь и забрать территорию. На всей линии фронта он оборону уверенно не держит, вот при том здесь равнины, мы еще и порты заберем. И в итоге горы нам особо-то прорывать и не придется. Столицу забрали, но и до капитуляции Румынии остается 11%. Всю основную армию Румынии мы уничтожили, здесь бы еще к лужу прорваться. Но в горах он, понятное дело, сопротивляется, держится еще, но это ненадолго. Вынуждена оборона, долго его здесь не продержат. Все. Закотлили последнюю армию и вперед. Румыния станет нашей. В это время я как раз беру подчинение от Югославии. У нас уже есть границы, так что она не сможет отказаться от столь интересного предложения. Ну и все. 1% Румыния. Я так в итоге не закрыл ту армию в котле, просто немножко ее отвлекли и не более. А здесь прорвались и все. Румыния наша. Предлагаю полностью забирать ее под свой контроль. Также забирать весь ее флот. Постепенно Балканы становятся нашими. Смотрим, что нам ответит Югославия. Они отказываются. И это они, конечно же, зря. Придется сражаться. К сожалению, мирно они не согласились. Поэтому заберем силы. Благо у нас есть территория. И мы можем себе это позволить. Сразу же давайте на вынужденном передвижении. Все основные территории надо забирать. Соединимся потом с Грецией. И Балканы станут нашими. Ну а за это время можем так-то получить... Да, цель заявить претензия на Россию. Романовы улучшаются. Стапка поддержка политка плюсом. И наконец-то будут одни лишь бонусы. Ну а тут прорываемся. Югославия нас не ждала. Германия требует мемель. Мы соглашаемся нам немножечко. Но вот совсем так чуть-чуть. Не до этого. Поэтому придется согласиться. Белград наш. Ну и все. Здесь уже Югославия осталась не так уж и долго. Вперед. Чисто на быстром передвижении. Уничтожать. Котлить. И забирать все основные территории. В горах, конечно, Югославия засела. Но это ее сильно не спасет. 7% и победа за нами. Все. Югославия тоже наша. Забираем все территории. Забираем флот. Отлично. И 31 января 1939. Давайте залетать на Грецию. Которая армия-то... Ой. Ну, не особо большая. Но она может доставить проблемы, если мы быстро сейчас сюда не переправимся. Поэтому давайте быстро сюда забрать фессалоники. И дальше будет проще. Да, он на нашу территорию заходит. Дает возможность нам внутрь пройти. Давайте на вынужденной атаке сразу же выбивать их отсюда. Фессалоники взял. Здесь уже котел. Здесь тоже прорываемся через горы. Ну и красота. До великой битвы с немцами и советами мы сможем расшириться. А плюсом к этому нам еще можно создать междуморье. Надо лишь 700 тысяч солдат иметь. Ну, давайте наймем немножко новых дивизий. Июнь 1939. Немцы требуют Данцек. Ну, давайте сделку. Поверим, что немцы согласятся на такое. Отдаем им территорию. Кстати, поздно не остается нашей. А неплохо. И продолжаем борьбу с Грецией, с которой немножко так затянули битву. Плюсом к этому еще и советы скоро пойдут на нас. В ноябре 1939, да. Вот такое вот у нас тут веселье. Поздновато, конечно, но в августе 1939 я наконец-таки забрал Грецию. Да, да, да. Ну и я могу сейчас выпустить вот эту вот армию. У нас будет 727 тысяч, и я наконец-то могу прожать концепцию между морями. Не знаю, нужно мне это или нет, но давай попробуем. Правда, советы раньше на нас пойдут, а не. Успеем как раз фокус взять, и советы к нам в гости придут. Вот это будет весело. О, Соединенное Королевство гарантирует нам независимость. Хм, а мы можем вступить в альянс союзниками? Серьезно, я не против советов заступиться? Интересный расклад, но я хочу все-таки свой альянс. И постараться как-то так удержать советов. Зато сразу же много фокусов пропущено, и мы можем хоть Турцию сейчас к себе звать, а можем через Северное море. Не, давай Турцию. Мало ли, объединиться с нами будет хорошим делом, поэтому давайте Турция к нам. Также к нам Финляндия готова в альянс вступить, и было бы так-то неплохо сюда еще Болгарию додавить. Можно, наверное, даже ради этого поисследовать агентство. Давайте. Ноябрь 1939 советы нам объявляют войну. Я немножечко здесь освободил себе фронт, выделил Бессарабию. Я понимаю, что советы потом ее присоединят, поэтому нам с этим же вассалом даже возиться не придется. Так что все нормально и легко. Здесь давайте немножечко протакуем. Нам нужен Псков. Ну и пока он веселится с финами, у нас есть неплохие шансы здесь тоже что-нибудь да сотворить. Единственная проблема, наверное, ирис, который у нас есть, это высадка вот тут вот еще. Поэтому на всякий случай охота на конвоя вот в этом регионе, чтобы уменьшить вероятность высадок. Ну и давайте. Псков должен стать нашим. А отлично. Узел здесь есть. Ну и все. Уже ситуация не такая уж и плохая. Сейчас еще забираем к себе Турцию. Ее вообще будет весело. Она за нас. Ну и все. Теперь будем единым кулаком выступать. Предлагаю еще здесь немножко улучшить Северное море. И через него, может быть, удастся забрать себе Швецию. Кстати, вопрос по Норвегии и Дании. Немец на нее почему-то не идет. А он не может на нее пойти, потому что Варшава у него. То есть мы можем и Норвегию, и Данию тоже к себе так-то забрать. Нас немножко поатаковали. Давайте сами в ответочку. Немного двинем линию фронта. Шансы на это есть. На вынужденной атаке. С целостностью с хорошей. Советы. Двигаются. Минск уже захватили. Прекрасно. Здесь я порты охраняю на всякий случай. И вот здесь у меня тоже оборона портов есть. Но я знаете, что думаю? Наверное, вот так вот вам защиту тоже поставим здесь. Хватит тогда дивизий. На всякий случай, даже если высадятся, мы потом просто переведем армию. Главное, чтобы они порты не заняли. Здесь котлы даже на автоплане делаются. Красота. До Киева сейчас добираемся. Просто удар на удар. Ну и самое прикольное, это возможность прожимать оборонительные планы, которые как бы как наступательные, по-моему. Потому что мы получаем бонусы как раз в этих регионах. И можем спокойно идти вперед. Все. Киев в декабре 39-го. Польский. Здесь на Северное море продвигаемся. Нам надо дипломатию со Швецией, с Норвегии, с Данией подготовить. Поэтому пока подождем, пока не делаются. А сами потребуем помирания. Нам ее, скорее всего, не отдадут. Но нам просто это необходимо, чтобы потом славянское единство сделать. Хотя можно попытаться с немцами отношения улучшить. Но я сомневаюсь, что в этом есть смысл. У меня тоже такой вопрос, что серьезно? Немец отказывается от борьбы и нам Германия сама на историческом фокусе отдает земли? Что? Что? Прекраснейшие границы просто. Вы посмотрите на это. Немец отказался от своих восточных земель. Единственное, оставил он мемель и Данцик под собой. Я вообще не понимаю, как это работает. Но, видимо, отношения, улучшения их все-таки работают. Да, да, все-таки улучшайте отношения. И у вас будут вот такие вот странные шансы. Ладно, ладно, ладно. Неожиданности тоже случаются. С одной стороны, это классно. Я получаю больше людей, я получаю больше промки. Да, это круто. Но мне и больше территории терят советов оборонять. Что тоже имеет свой такой неприятный минус. Ну, конечно, это неожиданно. Даже если, в принципе, немец бы и не отдал. Я не планировал на это. Все равно мало бы на что это повлияло. Но то, что он отдал, это, конечно, вообще весело. Он, видимо, не хочет в будущем с нами сражаться. Но придется. У нас тут Данцик, мемель. Они нам тоже нужны. Ничего себе, Швеция отказалась. Несмотря на то, что мы отношения даже немного улучшили. Несмотря на то, что мы вот это вот решение прожали. Грустно, но, видимо, да. С ними мы не объединимся. Но при этом Даня почему-то согласилась. Видимо, рандом здесь весьма странный. Он как-то работает, но как-то весьма по-своему. Ладно. Швеция минус. Зато Дания, скорее всего, Норвегия тоже будет вместе с нами. А, советский протектор от Дании. Я подарил Данию советом. Какой я молодец. Да, скрипты, конечно, удача. Мое почтение. Август 40-го. Бои уже за Москву идут. Отлично. Но нам для решения нужен еще Ленинград, если я не ошибаюсь. Да, а также Сталинград. Так что, еще не скоро, но мы сможем создать Славянский союз. Я, значит, отказал советам отдавать, а Молдавия согласилась. Ну, ладно, такое тоже бывает. К счастью, у меня тут армия давненько еще стоит, поэтому можем сейчас эту территорию отобрать. Они, конечно, получили Бессарабию, но, по сути, она вернулась просто к нам под контроль. И все. Октябрь 40-го. Добираемся до Сталинграда. Уже прорываемся к Кавказу, где, кстати, и Турция тоже вклад свой вносит. Потери 400 тысяч на миллион семьсот. Из них 268 тысяч у нас потеря. Армия, кстати, меньше. Но благодаря хорошим шаблонам мы уверенно атакуем правдот. Здесь вот, конечно, тяжеловато. Но надеюсь, что сможем рано или поздно Ленинград тоже прорвать. Да, Сталинград наш в ноябре 40-го. Но совет еще держаться буду долго. У них до 24%. Ленинград, кстати, вот он, почти рядышком, но его тоже надо бы еще захватить. Давайте попытаемся окружить. И, может быть, с разных сторон у нас что-нибудь да выйдет. Ага. Нас тут даже в котел взяли. Вот это интересно. Нам уже просто не хватает линии фронта, к сожалению, и дивизий слишком мало. С обороны портов снимать рискованно, но давай. Рискну и сделаю это. Посмотрим, что из этого выйдет. А здесь вынуждена оборону. Вперед сюда. Ленинград надо котлить. Да, и мы смогли его заготлить. О, красиво. В ноябре 40-го Ленинград в котле. И мы сейчас его в котле постепенненько так. Окончательно уничтожим. Закроем все дивизии. И пойдем восстанавливать еще и финнов. Ну, а тут все неплохо. Сейчас в Кастрахане прорвемся. Баку заберем. И, надеюсь, в 41-м году одержим финальную победу. Февраль 41-го. Смотрите, что делаем. Разрезаем сейчас его армию и все. Вот это вот добро. В дивизии сколько? Здесь 40, наверное, будет. Под Баку сейчас будет закрыто. Вместе с Турцией. Сделаем кавказский котел. Достаточно такой большой, уверенный. То, может быть, лучше вперед-вперед-вперед все это теперь закрывать. О, немцы на Советов пошли в апреле 41-го. Не, ну, знаете, лучше поздно, чем никогда. У вас же есть границы, чтобы реализовать свои планы. И вот оно. В мае 41-го. Славянское единство провозглашено. Да, и убийство Лево-Троцкого сразу же, кстати. Советов остается добить 8%. А мы с вами получаем множество национальных. Территорий рекрутов. 10 миллионов 320 фабрик. Ну и мы теперь Славянский союз. Валяемся между морем. Которое продолжает расширяться. И идти к финальной победе. Теперь у нас все бои будут идти как бы на национальные территории. И мы будем получать лишь бонусы. А советам явно будет тяжко. Немного задержались, конечно, из-за снабжения. Но к ноябрю 41-го. Видите, как хорошо прорвались. И у советов остается 1%. Скоро, да. Победа будет за нами. Ура. Советы наши. Ну и мы теперь дешево можем забирать их всех под себя. Давайте это делать. Сразу же за первый ход. Смотри. Все советы наши. Никто не сопротивляется. Нам отдают все территории. И также забираем весь флот. Все. Это Великая Победа. 22 декабря 41-го года. Вот он, Великий Славянский Союз. Без сражения с немцами получили столько территорий. Отдав им лишь Данцек. А в обмен получив Померанию. Но ничего не имц. Это лишь временно. Мы все равно сейчас к тебе в гости придем. И заберем все, все, все. Рекрутов у нас много. Призыв можно понижать. Как с немцами начнем сражаться до 5-процентного. Промышленности более чем достаточно, чтобы оснащить еще новые армии. И вдарить целой армадой, против которой немец ничего не сможет. Оправда, они же достаточно быстрые будут через Болгарию. Так как у нее национальная наша территория за 40 дней. Хотя можно также быстро и через немцев. Тут аж за 10 можно. Так что проблем, я думаю, вы не испытаете. У нас есть национальная территория как у Германии, так и у Болгарии. Еще не все земли нам отдали, поэтому придется с нами сразиться. Романова покажет всем свою силу. В итоге мы нападаем на немцев за Данцик. Вот так вот немцы. Мы когда-то с вами поделились, но теперь история пошла иначе. О, Венгрия требует передать Словакию. Мы не уступим и пяде земли. Тих, интересный расклад, что Венгрия аж требует у нас территории. Мне интересно. Не, она цель не получает. А жаль. Было бы неплохо с ними тоже посражаться. Но мы оборону сделали. На все основные страны мы готовы пойти атакой. Данцик готов и нападаем. 7 мая 42 года. Против нас еще заступается Япония. Вот это, кстати, неприятно. А если я нападу на Болгарию, то, наверное, Япония не заступится. Поэтому давайте все-таки за Софию. Ладно. Просто с Японией сражаться пока не очень хочется. Все, теперь можем напасть на Софию. Отлично. Тут уже никакого вступления со стороны Японии. Ну и смотрите, сразу же идем в прорыв. Ух. Ну давай. На вынужденной атаке. На агрессивном плане. Уничтожать немцев тут, здесь. Здесь нас, смотри, пытаются прорвать. Но это даже не страшно. Мы, наоборот, сейчас их тут закотлим Венгрией. Всю эту армию уничтожим. Берлин уже пал 21 июня 42-го. Данцик тут в котле. Со всех направлений немецкую армию закрываем. Национальную оборону себе прописываем. Ну и как бы все Германия. Не знаю, на что ты надеялась, но твои деньки подходят к концу. Посмотрите вот на эту красоту. И на почти возможный котел, который мы сейчас сделаем. Все. Вот это вот все в котле. Давайте веселиться, закрывать теперь это все до конца. Это просто большой, приятненький, венгерский котел. Что может быть лучше? Болгарию тоже сейчас закроем. А за это время, наверное, да, немцы уже наполовину капнули. Не этого, наверное, не ожидали. Но вот то, что получили. Ну а Болгария держится. Отдаю должное. Прям стоит до конца. Но это тоже наши национальные территории. Мы там получаем очень хорошие бонусы в битве. Минус Болгария. Армия освобождается. Отправим его также закрывать венгерский котел. Где, смотрите, сколько дивизий же есть. Мы сейчас очень большой вклад получим в битве. Уже 37%. А мы сейчас все еще и закроем и тут. Венгрия капитулирует. Смотрите на эту основную армию. Здесь целая. Здесь, здесь, здесь. Сколько дивизий. Ух, армии 3 где-то, наверное, мы закрыли за все это время. Бамс. И видите, уже 45% вклад. За несколько месяцев мы уничтожили большую часть армии оси. У Италии дивизии 60 и здесь дивизии 200. Все. До свидания. Пось. По дороге здесь еще котлы делаем. Уничтожаем армию. Посмотрите, 400 тысяч. Против миллиона 800 и почти 900 тысяч. Котлы, да, дали о себе. Знаете, даже сейчас мы очень уверенно атакуем. Прорываемся в Италию. Как ты видишь, сейчас Венецию будем забирать. Дни оси сочтены. Как бы они ни надеялись. Но наши аппетиты они не удульторили. Тем, что вместо Данцика отдали нам немножко территории. Все. Освобождение территории здесь. Франция едино. Ну и теперь остается только Италия. Муссолини уже смещают с должности. Сейчас здесь должно быть восстание. И я надеюсь, что все-таки под наш контроль. Потому что 57% вклада. Все-таки мы здесь делали красоту. И да. Италия под нами. Нейтральная как раз, как и мы с вами. И вообще вот здесь вот в идеале можно напасть на Иран. Но я не помню точные условия. Нам надо как-то владеть Ираном, чтобы воплотить Войтака. Вроде бы регион как раз Тегерана или Хамадана нужен. Наши войска должны находиться там, а также в итальянских территориях. Так что если вам захочется, то и Войтака вы тут тоже можете сделать. Забираем Палермо. И это победа. 1262 очка против 770. Мы чисто Соединенным Королевством. Сейчас здесь будем сражаться за территорией Германии, Венгрии, Болгарии. Ну и Италию также надо восстанавливать. Да, здравствует мир. У нас тут с вами Польская Германия. Здесь, к сожалению, британская оккупационная зона в одном регионе все-таки выдалась. Но вся территория здесь наша. Я понимаю, что Венгрия не относится к славянам. Но раз мы все равно и Грецию здесь забирали, то я решил и Албанию, и Венгрию забрать для более-менее приятных границ. Все национальные территории здесь под нами. Вы видите 15 миллионов. Давайте уменьшим призыв. До двух с половиной нам хватит и этого. Мы страна мирная. Ну и можете заценить между морем. Реально между морями, между океанами уже можно сказать. Черное море внутреннее. Здесь отчасти тоже внутреннее море. Ну и в Средиземноморе. Тоже контролируем немалую часть территорий. Вот так вот к ноябрю 42-го. Можно, кстати, и быстрее. Но мы за Польшу победили и Коминтерн, и Ось. И вышли победителями. У нас самая основная промышленность. Под нашим контролем территория Советского Союза, территория Германии, Италии. То есть три великие державы под нами. Также Балканы. Сама Польша, с которой мы стартовали. И возможность идти хоть на Японию, хоть на Китай, хоть на союзников. И покорять весь мир. Вот он, путь Романовых. Реально мощный и сильный. Славяне едины. И, наверное, даже теперь непобедимы. Мы теперь еще можем восстановить Унию. У нас там подчинение хорошее. Все территории наши под контролем. Правда, не хочется менять название, но такая возможность тут тоже есть. Чуть-чуть больше новых национальных территорий от Латвии и Литвы также можно взять. Ну а сам ролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. По поводу же шаблонов, которые мы побеждали. Вот эти вот наши великие орлы. Девять пехоты, одна средняя ЗСУ. Саперка, арта. А здесь у нас рейнджеры, которые через горных стрелков открываются. До этого были просто разведка. Ну а шаблон танков, вот он. Можете посмотреть, поиспользовать. Он себя достаточно хорошо показывает. Надеюсь на вашу поддержку лайками и комментами. Ну а я и дальше буду делать для вас новые видео. Надолго не прощаюсь. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok